День народных художественных промыслов Минпромторг указали и дату 3 воскресенья июня Кстати, на сегодняшний день в России зарегистрировано порядка 300 организаций из 64 регионов России, выпускающих более 20 видов продукции Самые популярные из которых матрешка и балалайка Если праздник одобрят, то он обещает быть ярким и веселым И уже в следующем году можно будет санкционировано гулять по улице в кокошнике А вот что вас ждет в ближайшие полтора часа В Ставрополь прибудет огонь универсиады 2019 Наш город один из 13, которые удостоились такой чести Как будет проходить эстафета, узнаем у гостей в студии В квартирах россиян могут появиться индивидуальные приборы учета тепла Кто и когда сможет сэкономить на отоплении Ставропольцы могут поклониться чудотворной феодоровской иконе из Костромы Ее привезли в Казанский кафедральный собор Снять стресс после работы поможет метание топора Главное не нервничать при броске Копия знаменитого Биг Бена 1 метр 80 сантиметров в высоту А внутри скрывается нежный бисквит В Лондоне проходит выставка тортов Это и многое другое прямо сейчас Уже в эту субботу огонь универсиады прибудет в Ставрополь Краевой центр один из 13 городов России Которые участвуют в эстафете огня молодежного аналога Олимпиады Подробности у Ирины Ивановской Не боится ни ветра, ни дождя Способен гореть до 20 минут и работает на жиженом газе Все это факел зимней универсиады 2019 Изготовленный в Сибири Огонь 29-х всемирных студенческих спортивных игр Зажгли в итальянском Турине 20 сентября А 13 октября он прибудет в Ставрополь Из соседнего Ростова-на-Дону Краевой центр один из 30 городов России Которые участвуют в эстафете огня молодежного аналога Олимпиады Его торжественно встретят и пронесут по улицам столицы региона Однако перед официальным стартом обязательная тренировка Специальную форму факелоносцы получат перед стартом эстафеты Это спортивный костюм, ветровка, шапка, шарф и варежки А вот обо всех особенностях организации участники узнали накануне От способа передвижения и маршрута движения колонны До техники безопасности при беге и передаче огня Бежит по киломосце, а слева и справа бегут люди в синей форме Это как раз таки хранители огня И функция защищать вас в конверте и вне конверта Сохранить вашу безопасность Вот такие красненькие румбики, это факелоносцы, это сильненькие рубежки Это как раз таки хранители огня, которые вызывают конверт Когда происходит поцелуй огня, просчитать про себя 100, 101, 102, 103, 104, 105 Ну и потом вы вместе с другим факелоносцем фотографируетесь, машете и улыбаетесь Но несмотря на ответственность, организаторы просят не забывать получать удовольствие от яркого события осени Ваш отрезок это около 200 метров Вы должны бежать в том темпе, в котором вы себя чувствуете Конечно, вас хранители огня будут немножко по темпу корректировать Но помните, это ваш отрезок, это ваш звездный отрезок Поэтому бегите, получайте удовольствие и помните, что вас снимают Общая протяженность маршрута эстафеты огня в Ставрополе 4831 метр Факел пронесут мимо известных достопримечательностей города Дворца культуры и спорта Андреевского собора, краевого театра, драмы и краеведческого музея По замыслу организаторов, первым факелоносцем выступит олимпийский чемпион тяжелоатлет Андрей Чемеркин А на площадь его доставит олимпийский чемпион 2000 года по гандболу Игорь Лавров По улицам города 25 человек пронесут огонь И хочу особо отметить, что факелоносцы это прежде всего не только спортсмены Это люди, которые внесли значимый вклад в развитие своего родного города Начало в эту субботу в 10 утра на площади у Аграрного университета В финале эстафеты от факела зажгут городскую чашу огня Зимней универсиады 2019 на Александровской площади Не пропустить ни минуты праздника можно, не выходя из дома Корреспонденты своего ТВ в прямом эфире проведут вас за огнем эстафеты Зимней универсиады 2019 Ирина Ивановская, Ставропольское телевидение Все подробности сейчас узнаем у наших гостей В нашей студии Головин Николай Петрович, председатель первичной профсоюза организации студентов СДГАУ Дальше у нас в гостях Лобойко Надежда Георгиевна Мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике Двукратный чемпион всемирных студенческих игр Четырехкратный чемпион СССР Мухорта Ванина Вячеславовна Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Чемпион мира мастер спорта по бодибилдингу И Крапивка Екатерина Алексеевна Самый молодой представитель Мастер спорта по легкой атлетике Чемпион России Здравствуйте Здравствуйте Я сразу хочу зрителям сказать, что все эти люди Они будут факелоносцами Это очень почетно Почетное звание Можно прям даже так сказать Скажите, как попасть в этот список? Что нужно такого сделать-то? Давайте, наверное, вот с вас начнем Да, но дело в том, что... Так, микрофончик Не-не-не, все включено Дело в том, что универсиада Это вторые соревнования по значимости После Олимпийских игр И попадают, конечно, сильнейшие спортсмены в крае А также лучшие студенты вузов наших Потому что универсиада Это именно соревнования среди молодых, среди студентов Напомним зрителям А может кто-то и не знает, что универсиада Проходит раз в два года Она бывает зимней, бывает летней И все игры абсолютно повторяют Игры Олимпийских игр То есть ничем, кроме как по возрасту Вы не отличаетесь Ничем, да Николай, скажите, пожалуйста Сколько в списке вообще у нас факелоносцев? 25 человек, 25 факелоносцев В каждом городе столько? Или по-разному? По-разному То есть такая квота у нас в городе Ставрополь И я, допустим, подавал заявку Когда была открыта заявочная кампания На то, чтобы стать факелоносцем То есть там была заочно такая большая заявка Я понял, что хочу попробовать Надо попытаться не упустить такое событие Заполнить заявку и получилось Вот я в том числе среди факелоносцев Давайте немножечко вернемся к началу Огонь зажигается в Турине всегда Так как это родоначальник, собственно Игр считается универсиадой В 1959 году именно Турин Они стали организаторами проведения Вот этих всемирных студенческих игр И огонь провозят по городам Давайте, наверное, дам я слово Кать, вам расскажите, пожалуйста Люди прям бегут с факелом Многие не видели, на самом деле Собственно, этого торжественного события Да, на самом деле я сама принимаю В такой эстафете первый раз участие Мне очень волнительно Я рада, что я попала по конкурсу И хочу пригласить всех Как это будет проходить? Вас же уже проконсультировали Вы же смотрели предыдущие игры Вы прям будете бежать с факелом? Да, мы будем стоять на своем этапе К нам прибежит еще один факелоносец Ко мне, передаст мне огонь Я буду держать его в руке И бежать Как на греческих вазах, да? Да, да Так, и дальше вы бежите, собственно, к вашей точке Сколько пробегаете? Расстояние какое у вас? 170 метров 170 метров 170 метров на каждого получается И зажигается, собственно, у нас на Александровской Да, то есть, если можно, скажу, начало у нас эстафеты в 10-30 в аграрном университете И стартует по зоотехническому, Мира, по Краснофлотской, Ленина, Ломоносова, Дзержинского И заканчивается на площади Поэтому мы приглашаем, естественно, всех жителей города Саврополя Посмотреть на это событие и почувствовать себя причастными к такому Надежда Георгиевна, вы не впервые будете принимать участие Расскажите, пожалуйста, вот вы же не с пустыми к нам руками пришли Я считаю, что такие вещи нужно прям показывать и рассказывать о них Что это за медали, они безумно, мне кажется, красивые Мне посчастливилось быть участником университета Я дважды принимала участие именно в 1985 году в Кобе, Японии Где мне удалось завоевать две золотые медали И в 1989 году в Дуйсбурге, в Германии, там я заняла пятое место То есть две медали, да, вот получается? Да, две медали Покажем еще, да, вот, 1985 год получается 1985 год Ну, я уже была участником эстафеты Олимпийского, вернее, огня универсиады В 2013 году, когда у нас проходила летняя универсиада в городе Казани И точно так же у нас... Ставрополь принимал Да, и Ставрополь являлся городом-организатором Второй раз, получается, за историю, да? Универсиады Ставрополь принимают огонь Да, именно универсиады Ставрополь, потому что у нас, конечно, очень такие замечательные вузы Это благодаря вот нашим высшим учебным заведениям Удостоились мы такой чести Город Ставрополь, да, удостоит такой чести проведения вот именно эстафеты Нин, с вами еще хочу поговорить Ваше какое участие во всем этом? Расскажите Я тоже участник эстафеты огня Хочется сказать, что наш университет является форпостом спортсменов Иногда ребята приходят, начинают с нуля у нас заниматься Заканчивают мастерами спорта, мастерами спорта международного класса И поэтому недаром наш университет является стартом Ну, собственно, да Стартом огня университета Вы сами принимали участие в универсиадах? В универсиадах один раз принимала участие, но я просто принимала участие Я не попала даже в финал Ну, тем не менее Нет значения, но до сих пор я являюсь действующим спортсменом Чемпионкой мира, чемпионкой Европы Вы все здесь, в принципе, да, спортсмены Тренирую наших студентов, тренер высшей категории Вам волнительно вот такое вот событие нести факел? Ну, наверное, да Вот помните свои ощущения, когда предложили вам, как позвонили, сказали Вот как это происходило? Вот первые секунды, когда вам предлагают такое дело Было волнительно, когда я, допустим, получил список И было волнительно найти все-таки свою фамилию Вы знаете, я тоже искала свою фамилию Вот вам как? Вам позвонили? Или как это происходит? Да, мне позвонили, но так как я часто прихожу в Министерство спорта И мне сообщили, да Мне сообщили, да, что я являюсь участником именно эстафеты Это действительно очень волнительно Кать, вам каково было вот ваше ощущение? Да, мне тоже было очень волнительно Мы писали все эссе, почему мы хотим стать факелоносцем И когда мне пришло на почту сообщение, что меня отобрали У меня аж мурашки по коже, я вообще очень рада Нина, где вас застало это сообщение? Ну, буквально позавчера, когда мне позвонили со спорткомитета И сказали, что мне надо прийти Рады? На совещание, которое у нас было вчера Сколько людей собирает вот это шествие по прошлым годам, допустим? По прошлым годам, и когда у нас и в 13-м году был огонь универсиады В 14-м году огонь олимпиады, тоже Ставрополь достоинства чести Ну, большая часть города собирается Вот, и на самом деле приятно бежать Чувствуешь себя немного таким известным человеком, можно сказать Когда ты бежишь, а вокруг, вот, на протяжении всего пути С двух сторон стоят люди Просто граждане смотрят, хотят потом с тобой сфотографироваться с факелом Это очень круто И на площади прям концентрируются Ну, можно сказать, городской праздник целый Вот так вот Напомню всем, что начало в 10 часов Если вы только включили, сейчас вдруг телевизор, да Начало у нас около Аграрного В Аграрном, да, прям с территории Аграрного И по пути на Александровскую площадь Я думаю, там настолько будет уже много народу, что вы мимо не пройдете в любом случае Кто-то будет следить за охраной? Сегодня только в Аграрном сети прошло очередное совещание Со всеми представителями органов правопорядка Поэтому здесь все будет, как обычно, и в Ставрополе, и в Сорбусском крае на высшем уровне Закрываем официальную часть, переходим к другим вопросам Вы спортсмены, да, в прошлом, в будущем, в настоящем Скажите, вы сейчас занимаетесь, тренируетесь? Может быть, просто физическая культура? Может быть, просто зарядка? Вот такой вот вопрос Ну, вот я же сказала, что сейчас я действующий спортсмен До сих пор выступаю не только в категории мастера, но и в открытых категориях Я являюсь абсолютной чемпионкой мира по пауэрлифтингу И в ближайшее время мы едем Метки людей обычно хочется потрогать, подойти, потому что мне кажется Сейчас вот наша сборная едет на чемпионат Европы в Израиль 23 октября готовимся усиленно Ну, удачи! Нина Георгиевна, как у вас обстоят дела с физкультурой? Вы знаете, вот вы сказали, что бывшие спортсмены Бывших спортсменов не бывает Ну, к сожалению, я сейчас активным спортом не занимаюсь Потому что ввиду того, что загружена Но я очень много занимаюсь спортивной ходьбой Я очень много хожу, поэтому я пенсионер, пытаюсь выглядеть как Катюша Катюша, а вы спортом, помимо тренировок, вы вообще пропагандируете спортивный образ жизни? Может, родственников заставляете дома в планке стоять? Конечно, во-первых, у меня мама, она сама инициатор активного образа жизни Она ходит в бассейн, я ее всегда поддерживаю У меня там молодой человек, мои друзья Мы все как бы друг друга мотивируем Все вместе занимаемся спортом Николай, что у вас? У вас было время придумать Как говорилось в сюжете до этого 25 факелносов не только спортсмены, но и те люди Которые, может быть, что-то смогли сделать для города Ставрополь Для Ставропольского края Я больше представляю молодежную политику региона и города Но сам, если честно, сам, конечно же, тоже каждую неделю Систематически занимаюсь спортом, играю в футбол По воскресеньям, каждое воскресенье игра и по средам тренировки Поэтому стараюсь тоже не отставать Спасибо вам огромное Я вам желаю в субботу хорошей погоды А я уже посмотрела, она будет хорошая, я договорилась Мы еще увидим, я думаю, сюжет, как это все прошло И, может быть, потом еще даже обсудим, как это все прошло Спасибо большое Ну а мы, жители города Ставрополя, приглашаем принять участие Ждем вас В эстафете огня, которая пройдет в субботу в городе Ставрополь Приходите, до свидания Спасибо А мы продолжаем С 15 октября на своем ТВ начинает работу новая программа «Горячая линия» Каждый день по будням в 18.30 в прямом эфире говорим на самые злободневные темы Вы тоже можете принять участие, выразить свое мнение и даже стать героем программы Уважаемый телезритель, вы выбраны для оценки вашего текущего состояния Внимательно смотрите на экран Шкала уровня вашего напряжения будет отображаться внизу экрана Внимание! Высокое напряжение Стабилизация состояния начнется с 15 октября по будням в 18.30 в цикле программ в прямом эфире «Горячая линия» Задавайте вопросы, мы дадим ответы 33 килограмма лука Именно столько съедает в среднем за год один житель Ливии На втором месте Сенегал, около 22 килограмм на душу населения А вот жители Франции, которых нередко называют поедателями лука Обходятся скромными 5 килограммами на человека Кстати, в Вавилонской коллекции Ельского университета находятся три небольшие глиняные таблички Которые являются первыми из известных нам кулинарных книг И практически в каждом рецепте присутствует лук Какие блюда готовят современные повара, узнаем далее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Кстати, в луке содержится больше природного сахара, чем в яблоках и грушах Дольки лука содержат аж 6% При поджаривании, когда улетучиваются едкие вещества, лук становится сладким Но это не тот случай, когда, можно сказать, сладкое вредно для зубов И раз уж мы заговорили о зубах, самое время разыграть подарочный сертификат на процедуру отбеливания Итак, вопрос Чей зуб был продан на аукционе за 40 тысяч долларов и стал самым дорогим в истории человечества? Варианты? Майкл Джексон, Иван Грозный, Исаак Ньютон или Клеопатра? Знаете правильный ответ? Звоните по номеру 8 800 707 02 26 и выигрывайте подарочный сертификат на процедуру отбеливания зубов А мы продолжаем С древних времен женщины ухаживали за волосами, а художники, поэты и музыканты воспевали их красоту Четвертая супруга печально известного короля Англии Генриха VIII, который к тому времени уже избавился от трех предыдущих Тоже стремилась быть краше всех и перед первой брачной ночью сделала маску для волос из куриных яиц Одно из них оказалось протухшим, что привело к печальным последствиям Наши советы по уходу за волосами принесут только пользу Смотрим сюжет Как далеко бы не заходила индустрия красоты и запретая все новые и новые средства по уходу за женской шевелюрой Все равно у многих из нас безжалостно секуются, выпадают и быстро жирнеют волосы Появляется перхоть, замедляется рост и тускнеет цвет Вам знакома хотя бы одна из перечисленных проблем? Тогда обязательно посмотрите наше видео, где мы покажем 10 основных правил по уходу за волосами И убийственные ошибки против их здоровья и красоты Регулярно мы совершаем три основных действия Моем волосы, сушим и расчесываем их Очень важно соблюдать при этих процессах ряд правил, пытаясь максимально уберечь волосы от механического воздействия Правило номер один Всегда расчесывайте волосы перед мытьем головы В противном случае вы рискуете наткнуться на микроузлы, еще больше запутать волосы и сильно их повредить Правило номер два Обязательно вспенивайте шампунь в руках перед тем, как нанести его на волосы Если делать это уже на голове, то вы автоматически насильно поднимаете чешуйки, травмируя волосы Правило номер три Наносить шампунь следует на затылок и оттуда распределять его по всем волосам Именно на затылке волосы толще и крепче всего Аккуратно взбейте шампунь и пену и распределите ее на макушку и по всей длине волос Правило номер четыре Меняйте температуру воды при мытье Это стимулирует кровеносные сосуды и активизирует волосяные луковицы Но никогда не мойте голову слишком горячей или очень холодной водой Заканчивайте мытье прохладной водой Это поможет закрыть чешуйки по аналогии с порами на коже Правило номер пять Никогда не выкручивайте волосы Аккуратно отожмите воду и заверните голову в мягкое полотенце, которое впитает лишнюю влагу Правило номер шесть С полотенцем на голове нельзя ходить больше пятнадцати минут В противном случае вы рискуете пересушить волосы А это грозит перхотью и ломкостью волос Правило номер семь Переходим к сушке феном Сушить волосы следует не горячим, а теплым и холодным воздухом, чередуя их Правило номер восемь Сушить строго по направлению роста волос Правило номер девять Заканчивать сушку или укладку холодным воздухом Правило номер десять Не наносить укладочные средства на теплые волосы Для полного остывания им требуется пятнадцать минут Правило номер одиннадцать Переходим к расчесыванию Расчесывать волосы нужно от кончиков к корням Правило номер двенадцать Очень важно расчесывать в разные стороны Правило номер тринадцать Тугой хвостик, хоть и красивая, но очень вредная для волос прическа Старайтесь не завязывать волосы в хвост чаще, чем раз в три дня Правило номер четырнадцать Меняйте высоту хвоста Привычка делать его всегда на одном уровне губительно Правило номер пятнадцать Перед сном всегда расчесывайте и распускайте волосы Мы возвращаемся в наш полдень У нас в студии звонок Алло, здравствуйте Да, здравствуйте Как вас зовут? Карина Очень приятно Ну, пожалуйста, ответьте нам на такой вопрос Чей зуб был продан на аукционе за сорок тысяч долларов И стал самым дорогим в истории человечества Итак, варианты Это был зуб Майкла Джексона, Ивана Грозного, Исаака Ньютона или же Клеопатры? Исаак Ньютона Браво! А вы, может быть, даже знаете, что дальше стало с этим зубом? Я вам расскажу Я вам расскажу Покупатель поместил его в свой золотой перстень Вот такие вот бывают покупатели Спасибо огромное Я вас еще раз поздравляю Не кладите трубочку Наши продюсеры обязательно вам расскажут Как забрать ваш подарочный сертификат на отбеливание зубов Спасибо большое До свидания Хотите расслабиться после работы? Метайте топоры Именно этим и занимаются жители Лос-Анджелеса А еще это милое занятие Помогает хоть на время отвлечься от соцсетей Отложить в сторону смартфон и взять в руки топор Предлагают в одном из клубов Лос-Анджелеса Здесь можно представить себя первобытным человеком И потренироваться в метании тяжелого инструмента Люди сначала очень удивляются Потому что не понимают, насколько важно для Лос-Анджелеса метание топора Мы им все объясняем И тогда людям это уже нравится Сначала они немного волнуются Но сделав несколько бросков, понимают технику метания Бросить топор правильно с первого раза получается не у всех Инструктор помогает освоить технику Я очень взволнована Я сделала много попыток Думаю, у меня руки недостаточно сильные Но в итоге все получилось Появилось чувство выполненного долга Не ожидала успеха Мне все еще кажется, что это случайность Сотрудники клуба говорят Метание топора помогает расслабиться После напряженного рабочего дня Забыть о разных расстройствах И на время уйти из социальных сетей Люди наконец-то находят вескую причину Отложить телефон и просто бросают топор Это первоклассный энергичный вид спорта Это здорово Не важно, высокий человек или низенький Не важно, как он выглядит Топор способен метать кто угодно Клуб приходит поодиночке С друзьями или даже целым рабочим коллективом Подобные заведения уже работают в Вашингтоне, Лондоне и Париже Очень милое занятие, мы продолжаем 11 октября 1994 года запомнилось России как черный вторник В этот день резко упал курс рубля За считанные часы американская валюта выросла с 2833 рублей до 3926 рублей за доллар Спрос на валюту в этот день составил рекордную величину Более 330 миллионов долларов Тогда как предложение всего 24 миллиона Особенностью отличающей этот черный вторник от других обвалов рубля Стала кратковременность падения курса Уже через три дня курс вернулся практически на прежний уровень Кстати, цены в магазинах, которые успели поднять за эти дни Так и не снизили А какова экономическая ситуация на сегодняшний день Расскажет моя коллега Марина Кулешова Все хорошо, не пугай зрителей На этом экономические новости можно закончить Нет, у меня есть еще интересного, много всего Поэтому уступай мне площадку, а я расскажу, что я подготовила на сегодня Экономить на отоплении в квартирах могут появиться индивидуальные приборы учета тепла Ждут распродаж Эксперты выяснили, как и когда россияне покупают одежду и обувь Приехали сервис по поиску попутчиков Блаблакар будет брать деньги с пассажиров Алексей Кудрин, руководитель счетной палаты России, оценил нынешний уровень бедности в нашей стране По его словам, этот показатель не изменится, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, передает РИА Новости При этом Кудрин напомнил, что президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить бедность на 50%, однако глава счетной палаты убежден, что пока сделать это нереально Он отметил, что с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи в ближайшие 6 лет уровень бедности в России удастся понизить в лучшем случае на треть А вот как достичь поставленной президентом цели в 50% мы пока не знаем, резюмировал Кудрин В квартирах россиян могут появиться индивидуальные приборы учета тепла Они позволят гражданам самим регулировать температуру в квартирах и, следовательно, существенно экономить на платежках за отопление Эту инициативу Минстроя поддержали профильные министерства, теперь он несен в правительство для утверждения Платить по показаниям теплощетчиков можно и сейчас, при условии, что ими оборудованы все квартиры в многоэтажке, а сама она оснащена общедомовым примором учета В свою очередь, разработанный Минстроем проект постановления не содержит информацию о конкретном числе квартир Владельцы которых должны принять решение об установке индивидуальных счетчиков, чтобы появилась возможность платить по показаниям Участники рынка недвижимости опасаются, что из-за необходимости отдельно рассчитывать общедомовые нужды Появится риск возникновения новых долгов за ЖКХ Сейчас эти затраты распределяются между гражданами пропорционально в зависимости от площади квартиры Господдержка агропромышленного комплекса России в будущем году превысит 300 миллиардов рублей Об этом сообщил вице-премьер правительства России Алексей Гордеев У нас есть проект бюджета на 2019-й порядка 250 миллиардов рублей Плюс за 6 лет выделяется 350 миллиардов на развитие экспорта пояснил он В этом году господдержка отрасли составит 240 миллиардов Кроме того, правительство в понедельник выделило 77 регионам 26,5 миллиардов рублей На возмещение части затрат сельхозпроизводителей по кредитам, выданным до 2016 года На строительство, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей, приобретение техники и оборудования Ставропольский край попал в пятерку субъектов, которые получат самую большую господдержку Нам выделен 1 миллиард 100 миллионов рублей Средний чек покупок в сегменте одежда и обувь в сентябре этого года составил 3800 рублей Это на 3% меньше, чем было в сентябре 2017 К такому выводу пришли эксперты и операторы фискальных данных, которые обслуживают более 600 тысяч каз по всей стране По мнению специалистов, это может быть связано с тем, что жители России стали экономнее и стараются следить за различными скидками и акциями, которые проходят в последний месяц лета К тому же, именно в этот период начинается подготовка детей к школе и возникает желание обновить гардероб Поэтому активность покупок в августе выше, чем в сентябре Кроме того, в этом году маркетологи заметили новый тренд в поведении покупателей Россияне стали реже ходить по магазинам и делать меньше покупок, но сумма среднего чека при этом увеличилась Это говорит о том, что в кризис люди стали покупать более дорогие и качественные вещи, которые прослужат им дольше Сервис поиска попутчиков Блаблакар изменил условия для своих пользователей На сайте сообщается, что теперь им придется оплачивать доступ к бронированию Например, подписка на сутки будет стоить 149 рублей на один месяц 199 Плату за поездку расстояния менее 120 км взыматься не будет Для водителей портал так и останется бесплатным Однако компания Блаблакар продолжит контролировать размер выплачиваемой автовладельцу компенсации Позволяя ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, а не получать прибыль В сообщении на официальном сайте говорится, что за последние несколько лет К сервису поиска попутчиков в России присоединились более 15 миллионов россиян Туристы, посетившие Крым минувшим летом, поделились своим впечатлением о посещении полуострова Опрос в соцсетях провел сервис бронирования Твилру Оказалось, что половина путешественников оценили на отлично море и природу полуострова Четверть респондентов отметили уникальные памятники и достопримечательности 8% были приятно удивлены добротой и открытостью людей Крымский мост впечатлил больше всего 5% участников опроса Напомним, с начала этого года в Крыму побывали 6 миллионов 164 тысячи туристов Что почти на треть превышает показатель прошлого года Это и все новости экономики у меня на сегодня Мне осталось сообщить вам только курс валют Ну вообще я тоже стала следить за скидками Я на днях купила себе зачем-то три шоколадки Шоколад я вообще не ем, так что если что по дешевке отдам Покупать не буду, можешь угостить Мы продолжаем Голосование за претендентов на участие в реалити-шоу Буду студентам в самом разгаре И вы, дорогие телезрители, тоже можете принять в нем участие Напомню, Буду студентам первое в нашем крае подобное реалити-шоу В нем два ученика 11 классов Целый год под прицелами камер будут готовиться к сдаче ЕГЭ А вот кто станет героями проекта, решайте вы Узнать подробнее о каждом участнике можно на нашем сайте stv24.tv Для этого заходите в раздел Буду студентам И там отдавайте свой голос за одного из кандидатов Голосование продлится до конца этой недели Открыто голосование за претендентов на участие в первом на Ставрополье реалити-шоу Буду студентам 11-классники Ставрополя и Михайловска поборются за право пройти бесплатную подготовку к ЕГЭ И на ваших глазах попытаются стать студентами Мы не гарантируем им поступление в выбранный университет Но максимально их к этому подготовим Помогите школьникам осуществить их мечту Голосуйте за друзей и одноклассников на сайте stv24.tv Бдительный пенсионер поломал планы мошенников на получение легких денег Неизвестные позвонили 62-летнему жителю Ставрополе якобы по объявлению об аренде квартиры На том конце провода мужчину пытались убедить, что для сделки с клиентом нужны персональные данные банковской карты собственника недвижимости Но пенсионер ответил отказом и немедленно позвонил в полицию Удалось установить, что вызов поступил из Московской области Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» О других криминальных новостях региона расскажет моя коллега Юлия Удовенко Добрый день! За минувшие сутки в полицию региона поступило более 1100 сообщений о преступлениях и происшествиях За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел установлено место нахождения 6 подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от органов предварительного следствия На дорогах края зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых двое погибли и 10 человек получили травмы различной степени тяжести Также на постоянной основе ведется работа по выявлению преступлений, связанных с хищением чужого имущества За минувшие сутки полицейскими раскрыто 9 таких преступлений Кроме того, сотрудниками полиции раскрыто 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков И подробнее о происшествиях На Ставрополье в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере Руководитель одной из региональных строительных компаний заключил с гражданами договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в городе-курорте Иссентуки Однако мужчина не имел разрешения на строительство домовладения Получив от граждан 32,5 миллиона рублей, злоумышленник обязательства перед покупателями не выполнил А полученными деньгами распорядился по собственному усмотрению В результате следственных действий установлена причастность подозреваемого к совершению 26 фактов мошеннических действий В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело Судом наложен арест на недостроенный объект в городе Иссентуки, а также на имущество обвиняемого В настоящее время уголовное дело направлено в суд А в Кировском городском округе полицейскими выявлен факт незаконного хранения наркотиков в крупном размере Сотрудниками уголовного розыска у местного жителя обнаружены изъяты вещества растительного происхождения Гражданин хранил запрещенные вещества в хозпостройках на территории частного домовладения Экспертиза установила, что изъяты являются коноплей общей массой около 700 граммов Подозреваемый пояснил полицейским, что сорвал растения на окраине села В настоящее время участки дикорастущей конопли уничтожены в рамках оперативного мероприятия В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Уважаемые граждане, Краевая полиция напоминает Если вы стали очевидцем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию По телефону 02 или 102 с мобильного Соблюдайте законы и берегите себя На этом у меня все, передаю слово в студию программы «Полдень» Полдень продолжается и вот что вас ждет во второй части программы Ставропольцы могут поклониться чудотворной феодоровской иконе из Костромы Ее привезли в Казанский федеральный собор В Ставропольском крае построят птицеферму по откорму индейки На эти цели потратят 1 миллиард рублей Копия знаменитого Биг Бена 1 метр 80 сантиметров в высоту А внутри скрывается нежный бисквит В Лондоне проходит выставка тортов Это и многое другое сразу после рекламы Идем дальше Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года Использование одноразовых пластиковых изделий На которые приходится более 70% морского мусора Использование изделий, для которых отсутствуют альтернативные варианты Въезд предлагается ократить к 2025 году К таким предметам относятся, к примеру, одноразовые коробки для бургеров И контейнеры для еды, десертов и мороженого Кстати, с 1 октября текущего года в Грузии уже запрещено производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон И я хочу узнать у нашего экологического эксперта Илья Захаров, скажи, у тебя дома есть пакеты с пакетами? Я тебе больше скажу У меня дома два пакета с пакетами Они там рассортированы по какому-то принципу О котором знает только моя супруга Сможешь отказаться? Не уверен, но если надо, перейдем на авоськи Спасибо, Аня А теперь о новостях Ставропольского края Российский Кавказ В Пятигорск для участия в 6-м международном политологическом форуме Съехались федеральные чиновники, депутаты, духовенства и общественники Форум Российский Кавказ Площадка, где обсуждают укрепление единства России Ищут решения актуальных экономических, правовых, социальных и других проблем Кавказа А также находят стратегии устойчивого развития регионов Кроме того, в рамках форума для молодых специалистов Пройдет политологическая школа «Каспий» Она призвана вырастить будущих экспертов В ней примут участие свыше 150 студентов высших учебных заведений СКФО Площадка форума нам интересна в первую очередь Для обсуждения основных тенденций развития туризма на ближайшую перспективу Согласование этих инициатив с общественностью Выбор, может быть, партнеров для реализации отдельных мероприятий Я имею в виду и высших учебных заведений По вопросу подготовки кадров в сфере туризма Краевые депутаты оценили строительство фельдшерских пунктов И ремонт больниц Ставропольского края Они побывали в Петровском и Советском городских округах Также проверили возведение фельдшерско-акушерского модульного пункта В ауле Башанта Арсгирского района Старый ФАП был настолько изношен, что не подлежал эксплуатации Новый будет современной отделкой и оснащением Сколько выделено средств и когда достроят, расскажет Александр Бокалюк Первой остановкой парламентария встал поселок Приколауский Районная больница здесь представляет жуткое зрелище Ветхое здание, внушительные трещины на стенах, просеивший фундамент Работать и принимать в нем пациентов опасно для жизни Именно поэтому было принято решение построить новую врачебную амбулаторию модульного типа Необходимость в ней, по словам чиновников, назрела давно Сейчас стройка в полном разгаре Здание готово наполовину Здесь разместится дневной стационар, а еще кабинеты профильных врачей, лаборатория Закупят и современное оборудование Вот мы сейчас стоим вот здесь, вот он вход получается И вот они пошли в кабинет педиатра, ИПГ У нас в этом году предусмотрено еще пуск 12 фапов по Ставропольскому краю Помимо тех объектов, которые идут ремонты на 99 объектах Которые были начаты еще в конце прошлого года и продолжение В этом году мы полностью все заканчиваем Где-то это фаб, где-то это амбулатория, где-то это какое-то отделение Центральной районной больницы или городской больницы Но объекты эти и есть В общей сложности на приличную сумму почти на миллиард рублей Идет переоснащение этих объектов Уже через несколько дней в амбулатории Приколаусского начнутся внутренние отделочные работы И благоустройство территории А тем временем в Зеленокумске ждут окончания реконструкции Травматологического отделения советской районной больницы К этому объекту инспекции больше всего вопросов По плану ремонт должны закончить в декабре Однако сейчас выполнена лишь половина работ На сегодня мы видим, что может быть не так оптимистично я бы в отношении заявлений сейчас подрядчиков говорил Потому что объем работы еще достаточно большой И можно сказать, что работа идет, она не стоит Самым главным для нас сейчас является, о чем можно сказать как итог Это увидев эти недостатки, выработать некий комплекс рекомендаций Который бы позволил реализовать начатые программы в сроке В следующую среду у нас будет комиссия Мы опять будем смотреть, какие сложности Что, ну пока исполнение идет, и исполнение идет неплохо Оно с июля, с нашего первого заседания продвинулось Ну очень серьезно И я надеюсь, что та очередь, которая накапливается в годами, будет реализована Завершился рейд с совещанием Главное, на что обратили внимание парламентарии Необходимы еженедельные отчеты от Министерства строительства по каждому из объектов А также важно ускорить работу подрядчиков План на 2018 год выполнен на 70% Остается всего 30% и уже в декабре этого года Сотни жителей населенных пунктов Ставропольского окрая Смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь В отреставрированных и отремонтированных больницах и поликлиниках А также новых амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах Но впереди 2019 год Новый бюджет и новые цели Александр Бакалюк, Константин Шляпин, Ставропольское телевидение Мы продолжаем Ставропольцы могут поклониться чудотворной феодоровской иконе из Костромы Ее привезли в Казанский кафедральный собор Название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича В крещении он носил имя Федор Первым реликвию обрел старший брат князя Святой Юрий Всеволодович После она передавалась по наследству А в 1613 году чудотворной феодоровской иконой Благословили на царство Михаила Романова Теперь после каждой божественной литургии У святыни проходят праздничные молебны Икона пробудет в Казанском кафедральном соборе до 7 ноября Люди все ждут, спрашивают, что за икона Я всегда отвечаю, говорю, это феодоровская помощница Она и в семье, и во всех делах И особенно, когда женщина беременна В родах, очень великая помощница Ей читают акафисты, просят ее спасения И на протяжении жизни всегда нужно просить Для многих людей это событие станет главной этой осенью А я заканчивая выпуск новостей Хочу обратиться к Анне Медяник Скажи, пожалуйста, какое для тебя главное событие этой осени? У меня ребенок пошел в подготовительный класс Вот такое у нас главное событие этой осени Мы всем об этом рассказываем Один раз уже ходили Мы продолжаем В Лондоне проходит необычная выставка Съедобное приключение устроили в столице Великобритании Для поклонников сладкой выпечки Искусные кондитеры представили на фестивале Cake and Bake 80 тортов шедевров Разнообразие мира в сладких творениях кондитеров Представили на фестивале Cake and Bake в Лондоне В этом году он проходит под лозунгом Путешествие вокруг света в 80 тортах Это копия знаменитого Биг Бена Метр восемьдесят в высоту А внутри скрывается нежный бисквит Торта нет только там, где часы Потому что они с механизмом Но в остальных местах повсюду бисквит И в середине, и вплоть до самого верха Часть вокруг циферблатов тоже съедобна На создание всего этого потребовалось много времени и терпения Кондитер делала торт почти две недели Причем работала даже ночью Британская актриса Джейн Эйшер отрезала кусочек изделия, чтобы все удостоверились Торт настоящий Среди экспонатов египетская мумия, старинные чемоданы, слоны, драконы и многоярусные торты Иногда думаешь, как они стоят Это все благодаря кулинарному опыту, искусству Нужен фундамент, потому что многоярусный торт очень тяжелый Каждое сладкое творение похоже на шедевр Очень много новых ярких изделий С нетерпением жду, когда смогу сделать такое же дома Здесь есть и воздушные шары, торт с драконами Все это очень интересно Можно понять, что вложенные усилия огромны Мне понравились торты из помадки Понравилось, как они сформированы Думаю, это дает представление о возможностях искусства Сейчас у людей есть многое для того, чтобы проявлять наиболее творческий подход к выпечке Также на мероприятии поделились своими секретами искусственные кондитеры Фестиваль Cake and Bake проходил в выставочном центре Excel London Сенгелеевское водохранилище порезали на пазлы Снимок ставропольского фотографа Федора Ложкова Теперь прославят местные пейзажи на всю Россию Ведь именно его работу выбрали производители настольных игр И пазлы с изображением одного из красивейших мест Ставрополья Уже поступили в продажу Пейзажи, запечатленные Ложковым, ходят в лучшие фотоколлекции Сейчас мастер работает над разделом нового альманаха Осень в Железноводске В который войдет более 10 фотографий достопримечательностей курорта О других культурных событиях города и края расскажет Афиша Внимание! Кавказские минеральные воды В Пятигорске сегодня тематическая игра в стиле 90-х Для многих это было непростое время, но тем не менее интересно и запоминающееся Переместиться назад в 90-е предлагают в игровой форме Сегодня в 7 вечера А в Ставрополе балет Жителей и гостей краевого центра ждет совершенно новая программа Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Это художественное произведение, в котором сливаются воедино традиции и авангард Как в визуальном, так и в музыкальном плане Начало в 7 вечера в Ставропольском дворце культуры и спорта Не забываем, что в Государственном музее-заповеднике имени Прозрителева и Права работают выставки К примеру, выставка Ставрополь с высоты птичьего полета Представленные фотоработы выполнены с квадрокоптера Запечатлены как новые микрорайоны, так и исторический центр краевой столицы Посмотреть на такие снимки можно до 21 октября Или вот еще одна выставка Крепостная гора, историческая колыбель Ставрополя На ней представлены предметы и документы, показывающие ретроспективы изменений происходивших на территории исторического центра Ставрополя Крепостной горы с конца 18 века до наших дней Работает такая выставка до 30 ноября Если вы все же решили провести вечер дома перед экраном телевизора Вот что мы для вас приготовили 17.30 телесериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» Сюжет основан на реальных событиях и знаменитых рассказах Исаака Бабеля Это яркая история легендарного одесского вора Михаила Винницкого 18.30 программа «Прямой эфир» Тема открытия театрального сезона 19.15 – дело номер Ирина Ивановская расскажет, как сдают экзамены в школе правосудия и побывает на тройном юбилее 19.30 – самые главные новости края в информационной программе «День» 21.05 – для начинающих любить Фильм о нелюбви, точнее о неумении любить Герои картины как будто бы любят друг друга Все правильно, все как у всех Но вот за этим как будто и кроется подмена Исчезает самое главное – подлинность чувств, ответственность, готовность жертвовать И тогда любовь становится как бы любовью Погода на выходных действительно обещает быть теплой, солнечной Поэтому берите своих родных, близких, друзей Встречаемся все в центре города в Субботу Или на Александровской площади Или по пути к ней от Аграрного университета А прямо сейчас на связи с нами моя коллега Кира Рогожина Которая находится в Москве на открытии второй российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Кира, расскажи, какие уже совершены сделки И вообще какие планы на будущее? Здравствуй, Аня Вот так атмосфера праздника царит на ВДНХ Уже второй день на стенде нашего края Праздничную атмосферу поддерживает народный ансамбль Ставрополья Который уже давно полюбился не только зрителям и слушателям нашего края Но и далеко за его пределами Москва всегда встречает их овациями Да, действительно, вчерашний день был очень плодотворным для нашей делегации Правительство края подписало ряд важных соглашений о сотрудничестве Как с местными ставропольскими компаниями Так и с партнерами из соседних регионов Таким образом на Ставрополье появится мясоперерабатывающий комплекс Предприятие по выращиванию индейки, молочно-товарное производство Но все это планы на ближайшую перспективу А сейчас рядом со мной директор по развитию агрокомплекса «Весна» Олег Куриной Это как раз таки пример удачного инвестпроекта, который уже не первый год работает в крае Олег Валерьевич, здравствуйте Здравствуйте С чем сегодня приехали? Агрокомплекс «Весна» приехал вот с таким чудесным нашим огурчиком С маркой «Дары матушки природы» Это наша новая торговая марка зарегистрированная Ну и естественно мы жители Ставропольского края Мы гордимся, что мы проживаем в экологически чистом районе Кавказские минеральные воды Известны на всю Россию, на всю нашу прекрасную страну Даже за рубежом к нам приезжают отдыхать Мы отдыхать, мы выращиваем эту продукцию И естественно такая красивая эмблема сопровождает наш прекрасный огурец и наш прекрасный салат Покупай Ставропольское – наш лозунг Мы очень любим наш Ставропольский край Олег Валерьевич, давайте напомним, сколько вы уже на рынке? Я так понимаю, не так давно предприятие вообще появилось? Предприятие все относительно Уже 16 лет мы на рынке нашей страны Наше предприятие реорганизовалось с тепличного комплекса «Есентукский» Это 2002 года Мы растем, у нас самое лучшее современное оборудование Мы входим в тройку лучших предприятий агропромышленных, тепличных Ставропольского края Теплицы, то есть производство закрытого грунта? Да, производство, естественно, закрытого грунта Скажите, что дало толчок развитию предприятия? Развитие, грамотное руководство наших руководителей Естественно, это все иностранные технологии, голландские теплицы Ну и главное, желание, чтобы был результат самый лучший Мерами господдержки пользуетесь и насколько они вам помогают, если да? Да, естественно, пользуемся, ставку рефинансирования нам помогает Ставропольский край возмещает, субсидии, кредиты Но без этого никуда, потому что денег много берется кредитных На сегодняшний день каковы объемы производства? Объемы производства, конкретно по салату, это получается 2 миллиона штук А по огурцам? Это 50 тысяч тонн Олег Валерьевич, где можно найти вашу продукцию? Нашу продукцию в Ставропольском крае можно найти в каждом магазине Естественно, это большие ритейлеры, это пятерочки, океи, метро, магниты На юге России это ашаны Ну и естественно, наша столица Москва, который тоже любит наши, знает наш огурец и наш салат Олег Валерьевич, ну вот вчера буквально премьер-министр страны Дмитрий Медведев объявил о том, что в ближайшее время мы должны увеличить экспорт местной продукции практически в два раза Вы как на это смотрите и вообще, есть ли возможность, допустим, для вашего предприятия выполнить это поручение? Для нашего предприятия есть, в данный момент у нас площадя 15 гектар Мы открываемся к концу октября, начало ноября, у нас откроется еще 7,5 гектар теплиц Естественно, мы все делаем, что сказал наш президент по своим возможностям Планируете ли вы расширение линеек или добавлять какой-то новый продукт, например, томаты? Томаты нет, но у нас постоянно наши селекционеры работают, агрономы У нас разные виды салата Вот этот салат прекрасный, называется официон Есть кармези, есть миксы Постоянно линейку расширяем, потому что клиент, конечный потребитель Он всегда хочет на своем столе иметь разнообразие продукции Спасибо вам, Олег Валерьевич, желаю вам успехов Ну а работа выставки «Золотая осень» продолжается Подробности смотрите в наших следующих выпусках Следите за анонсами и за информационной программой «День» Аня Спасибо, Кира О соглашениях, которые подпишут уже сегодня, мы узнаем в следующих выпусках Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего хорошего Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон